Вы сказали как-то, что иногда смотрите вы на... Наш спит, наш спит, мы кричим, руками машины, а наш-то рыжий, отец-то не спит. Хорошая энергетика у вас, он чувствует себя комфортно. Лежи тебе и лежи. Я же кот по гороскопу. Ой, прости, звук рыжий всего. Я кот по гороскопу. Поэтому все время в поиске. Жили-были два кота. Все время в поиске, поэтому. Загадывайте желание. Все, вопрос. Между двух котов. Вы говорили, что смотрите иногда, не помню про фильмы это были, про спектакли, но исполнение роли. И думаете, вот я бы сыграл лучше эту роль. А бывает такое, что на кого-то из коллег вы смотрите и понимаете, что человек, то, что вы сыграли, мог бы сделать лучше. Или нет? А, то, что я сыграл? Да. Мог бы сделать лучше? Да. Возможно. Вот, допустим, Маковецкий же хотел сыграть вашу роль про уродов и людей. Нет, он сыграл с вами. Нет, в «Братья-2». А в «Братья-2» это было? В «Братья-2» один. Нет, в «Братья-2» он сыграл себя. Вообще себя? Да, он себя. А в «Братья-2» он хотел старшего брата сыграть. Но ему Леша не дал. Он говорит, как ты себе это представляешь? А он говорит, Сергей говорит, ну пусть, говорит, его там машина задавит, или там он зарежут, его убьют. А я как друг приду и скажу Даниле Багрову, мол, вот я друг твоего Витьки, туда-сюда, и мы с ним вместе порепим. Ох, вы не можете простить Маковецкого, что он тогда сплавил с алкоголем в этой коробке из-под пятира. Нет, простил все. Если бы я не простил, я бы с ним не работал. Я же бы, улыбнись, Господи, с ним, в партнерах. Нет, мы с ним вдвоем. Только он первый сезон все время ругался на меня, критиковал меня. Сейчас второй сезон начали. Первые его слова были. Ну что, ангел наш, как дела? Нет, амбивалентно вы охотитесь. Хорошо работаем, мы дружим. Возьмите, красавца, он получил высшую оценку, я считаю, что все у него состоится. Мы дружим, мы дружим. Сильный партнер, великолепный актер. И, конечно, нет, я не только не завидую или не представлю. Если я сыграл роль, как вы говорите, я ее отдам. Я даже сегодня, вы не поверите, даже когда меня пригласили на Федора Иоаннача, я первый вопрос, предложение, первое предложение сделал руководству. Если кто из актеров захочет вместе со мной работать над этой ролью, пусть будут. И сегодня, Домицын, к сожалению, я один. Но если бы кто-то был, вы не поверите. Ой, по секрету вам скажу, хотя премьера через некоторое время. До 22-го, да. Я уже ходил в решу правления и сказал, назначьте другой состав. Я не против. Я за. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Я просто решил еще один отрывочек из своей беседы, из одной из своих бесед с Игорем Сухоруковым здесь оставить. Потому что много говорят в последнее время после скандальной беседы. Ксения Анатольевича Супчака с иностранным агентом Алексеем Вячеславовичем Панином. Говорят, что все не то, что надо. А надо то, что сам Сухоруков говорит. Он собеседник вот такой вот.